Да, холо это вообще, в отличие от этого, древний инструмент, очень древний, тем более в таком исполнении это глина и козья кожа, вот и собственно вот точно так же их раньше у костра грели, чтобы звук выравнивался, чтобы кожа натягивалась и чтобы инструмент строил, вот и мне кажется, что очень здорово соединяются здесь восток, восток как бы и запад, это это египетская традиция, соединяются с участницей и минулы, вот. А кто их делает такой инструмент? Вообще похожий инструмент, похожий инструмент есть во всем, на всем ближнем востоке, то есть это Египет, Турция, Сирия, Марокко, похожие инструменты, вот они немножко страна от страны отличаются, вот, но в целом, в целом это вот их тема. Они в одно время тоже забросили это, забыли, насколько круто как бы звучит глина и кожа, потому что, ну, пришел металл, пластик, вот, они очень долго играли на пластиковых мембранах, потому что они намного удобнее для музыкантов в том плане, что они хорошо держат строй, они не зависят от влажности, как вот здесь сейчас, отнес ее в кусты, как бы она, она немножко подсела, вот, и как-то подзабыли про эту тему, вот. А потом нашелся дядечка, зовут его Масирла Ахмед, он, он, несмотря на то, что он турок, он учился у египетских учителей, и, если вы знаете, у них там в Египте, вот, тема пустыни, это такая, можно сказать, сакральная тема, то есть они туда уходят, как бы, и медитировать, и, вот, кто там был, может, знаете, они часто уходят ночевать в пустыне просто, вот так вот, уехать, немножко отвлечься от всего мирского и просто провести там ночь в пустыне. Ну, еще по одной такой причине, потому что в пустыне ночью не жарко, а в домах жарко очень. Ну, и это то... Там даже холодно, ну, да, ночью. Ну, там и минус, да, вот, в общем, этот дядечка взял барбан, пошел в пустыню, провел там, какой, не знаю, месяц, может, два, и вернулся с новой техникой, вот. Он тоже, тоже вобрал в себя несколько традиций, очень сильно повлияла индийская традиция игры, если вы знаете, они там делят руку на две части и вот так вот играют. И он взял и начал играть примерно так левой рукой. И на самом вот этом вот барабане, как бы, в традиции существовало буквально там два удара, такой низкий, высокий, ну, и вот такой вот закрытый. Ну, как-то так и играли, и не заморачивались. Скажем так. Ну, они достаточно простые люди, особенно и в Египте. Вот, но, может быть, как-то повлияло, что он Истамбула, вы знаете, там соединяется тоже Европа и Азия, и, как бы, все-таки турки намного более изощренные в плане, в плане ума. Ну, насколько я понял, в плане изобретательности. Ну, они полуевропейцы. Да, они полуевропейцы, вот. И произошел какой-то синтез, произошел какой-то скачок в свое время пространство. И они придумали столько ударов на этом барабане. Они взяли индийскую технику, ну, как бы, развили ее и придумали вот эти все штуки, вот эти все штуки, вот эти все штуки. И получились такие интересные композиции, как бы, нашли вот этот ударчик, чисто глиняный такой. Вот. И... Они уже в конце какой-то такой звук странный. Не-не, еще как-то как хелеси. Не-не-не, как-то вот... Да, вот это они все придумывали и настолько подсели на эту тему. И сейчас, как бы, в Турции все почти играют так, забыли, забыли, забыли то, как это выглядело раньше. Забросили свои металлические барабаны, играют, играют вот так. Они поняли, что можно так играть еще быстрее, еще и защищеннее. Они это все мешают. И вот я говорю, с их темпераментом вообще получается самолет. Вот. И как-то вот сейчас этот инструмент, можно сказать, переживает вторую жизнь благодаря ему. А изначально дохола — это старое название вот этого изначального инструмента глиняного, да? Да, ну дохолами называют и металлические инструменты. То есть это, ну, дохола — это вид дарбуки. Ну, вот про дарбуку все слышали. Да, я читала, что дохола — это глиняная дарбука или бас-дарбука. Бас-дарбука, да. То есть обычно дохола, дарбука где-то вот такая, ну, дохола чуть больше, как бы у нее более низкий звук и у нее намного больше градация вот этих вот каких-то оттенков звука.